Команда Радио Шансон приехала в Сочи на пятые сутки своего путешествия, установив таким образом, по словам журналистов, антирекорд времени по дороге к морю. Позади более 40 городов России, в каждом есть на что посмотреть и где отдохнуть. Хотелось, конечно, в первую очередь узнать, как это поехать этим летом на машине к Черному морю, в Сочи, в Адлер, что здесь можно посмотреть, во сколько обойдется отдых, во сколько обойдется дорога. Первые впечатления такие, что мы приехали как будто в такой хороший европейский курорт, качественный, чистый, красивый, интересный. Это уже вторая поездка команды Шансон к Черному морю, но со времени первой прошло пять лет. В течение своего путешествия на дороге они рассказывали о том, где можно остановиться автолюбителю, где можно питаться и по какой дороге лучше проехать. У нас порядка тысячи городов вещания по России, это будет иметь свой положительный эффект, как реклама города Сочи. Ежедневно в радиоэфире звучали репортажи с мест событий с комментариями жителей городов, в которые заезжала передвижная радиостудия 102,5 FM. В Сочи ее первым гостем стал глава города Анатолий Пахомов. Расскажите, после Олимпиады каким стал город, чем вы гордитесь? Вы знаете, мы гордимся всем, потому что нет ни одной отрасли городского хозяйства, которая бы не подверглась модернизации. И эта модернизация была совершенно по новым технологиям. Мы сегодня имеем совершенно чистый город, экологически чистый город. Беседа с мэром в передвижной студии длилась около часа. В эфир она вышла практически с колес. За три дня журналисты посмотрели в Сочи десятки видовых мест, оценили качество места размещения, объектов питания и торговли, а также гостеприимство горожан. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.